Ну что ребят, всем привет, ролик по поводу XRP, показатели XRP. А резко выросли за последнюю неделю и социальные и межсетевые показатели у нас резко выросли за последнюю неделю, что сделало самым популярным и прибыльным активом за последнюю неделю. То есть загон продолжается, превзошел производительность биткоина. Большинство из вас наверняка слышали о тренде криптоарбитража. Практически ежедневно в сети появляются новые обменники криптовалют. Для того, чтобы продвинуть себя в рейтинге и получить новых клиентов, они идут на ухищрение и устанавливают плюсовой курс себе в убыток, в рамках определенного бюджета. То есть в одном обменнике вы покупаете криптовалюту за 10 долларов, а в другом продаете за 13. Получаете выгоду. И вся эта выгода видна на мониторинговых сервисах, например, таких как BestChange. Но сидеть и сравнивать курсы вручную очень долго и неудобно. Поэтому специально для вас есть канал CryptoProfit. Парни из CryptoProfit разработали свой софт, который ежедневно работает в поисках выгодной пары на обмен. Благодаря парсингу мониторинговых сервисов, как только команда видит обменник с положительным курсом в сторону пользователей, они сразу же самостоятельно совершают несколько тестовых заявок. После удачных обменов они публикуют информацию с видеодемонстрации в своем канале CryptoProfit Start. Так что ни один выгодный арбитраж вы точно не пропустите. И в каждой такой сделке вы сможете зарабатывать от 3 до 8% прибыли. Таких сделок, благодаря CryptoProfit, вы можете совершать десятки, если не сотни. Только представьте, какой буст это даст вашему депозиту. Все ссылки находятся в описании под видео. Прибавляю более 20% за последние 7 дней. И в криптопространстве ожидаю, что Ripple выгодит. Дело SEC против США. Но я не знаю, покажите мне, кто все, во-первых, и кто ожидает. Ну, кто ожидает. Я не видел, чтобы кто-то ожидал. Ну, может быть, какие-то фанатики, которые верят в этот самый суд. Ну, тогда да. XRP Ripple входит в десятку лучших криптоактивов там и так далее. И согласно данным Lunar Crush у нас получается положительная динамика подтверждается растущими социальными показателями. Ну, а растущие социальные показатели кто продвигает? Компания Ripple. О, какое совпадение, да? Поэтому и, соответственно, кроме того, внутрисетевые показатели XRP Ledger продемонстрировали рост за прошедшую неделю, да. А накрутить эти показатели кто может? Ну, по-моему, понятно. Данный XRP Scan показывает, что XRP Ledger обработал средним более 1 миллиона транзакций за последние 7 дней. В течение этого периода в сети ежедневно появлялось средним более 2000 новых адресов. Также рост упоминаний у нас подросло, получается, на 26,4%. Ну, понятное дело, чем выше идет цена, тем больше упоминаний, тем больше загон толпы. И, естественно, вот у нас говорят, дело SEC, конечно же, влияет. И вот у нас там Ripple должна выиграть суд SEC. И, конечно же, вот-вот же, 31 марта, помните, нам обещали. Ну, естественно, нихера не закончится. Я вам просто гарантию даю 2000%. Поэтому XRP превосходит биткоин и за последнюю неделю прибавил 20%, вопередив другие ведущие криптолюты, такие как биткоин, эфиры, кордана. Ну, конечно, кордана, догикоин, которые к моменту выхода статьи только потеряли в стоимости. И за последние 24 часа выросла на 63%, потому что это его волатильность в день. В результате чего рыночная капитализация достигла 23,6%. Ну, капитализация от цены зависит, поэтому ничего тут удивительного. Вот, XRP у нас выходят новости. Вчера занимает более 20% общего объема на крепнейшей корейской криптобирже. Объем в 10 раз выше, чем у эфира. Опять же-таки, потом, соответственно, чего у нас? Цена XRP может взлететь после решения суда. И говорит, что вот там, соответственно, вот у нас цена взлетит. Ребятки, бегом заходим. XRP становится крупнейшим торговым токеном на основных биржах Кореи. Что это за аномалия? Захватывает объемы торгов, а объемы торгов тоже накрутить можно, я напоминаю. Если кто забыл, технический директор Ripple Деверт Шварц обосновывает ценность XRP в качестве залога. Опять же-таки, тоже ценность повышается. Дитон использует XRP как привлекательную инвестицию по текущим ценам. То есть, по текущим ценам, да? То есть, по 50 центов это хорошая инвестиция, а по 30 это не... Это не надо покупать. Вот, получается... Ну, понятное дело, вы скажете, что он, может, говорил и по этим ценам. Но мне нравится, как они выходят, и все разом такие, ребята, давайте, давайте, покупайте. Нам же разгрузиться в вас надо, бегом. Вот, поэтому, что еще тут? Ну, в принципе, все, что я хотел, я сказал. На текущем этапе загон хомячков. Заходите в XRP, смысла не иметь никакого вот этого ликвидности. Однозначно мы побоим. То есть, можете посмотреть, по XRP сейчас люто боеют шахты. Может, даже и ланги. Ну, сейчас, я думаю, шахты вот у нас на 8 миллионов долларов не так много. Но, все равно, если вот конкретно XRP взять, давайте посмотрим. На текущем этапе, то есть, по нему побоить, то сейчас глянем. Да, шахты боеют, смотрите, вот у нас. До этого там на 11 миллионов, сегодня там, ну, то есть, на лям, 2 ляма там и так далее. Ну, для XRP это нормальная сумма, поэтому не удивляйтесь. Поэтому, ожидаю дальнейшего снижения. То есть, хомячков сейчас пытаются загнать, что, ребята, давайте, там, XRP, это что, там, надо быстрее заходить. Ну, естественно, объемы эти все кручены. Ну, и, понятное дело, никакой победы в суде не будет, при том, что суд это спектакль, я напоминаю.